Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных и важных новостях Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня вы увидите. В КФУ прошла торжественная церемония открытия программы двойных дипломов Петролиум Инжиниринг. Форум студенческого профсоюзного движения Республики Зазарстан «Профэкспо-2019» состоялся в КФУ. Визит в Казанский университет представители китайской компании «Вейден Клауд Индикашн Групп». Торжественная церемония открытия магистрской программы двойных дипломов Петролиум Инжиниринг состоялась в Казанском Федеральном Университете. Это первая программа подобного формата. Обо всем подробнее далее. В Казанском Федеральном Университете прошла торжественная церемония открытия программы двойных дипломов Петролиум Инжиниринг. С приветственными словами к участникам обратился ректор Кафуль Шатгафуров. Финишом будет являться не только получение дипломов двух университетов, но и получение работы, которые самых престижных компаний в итоге нашей страны будут. Это будет говорить о том, что вы лично востребованы, и это будет говорить о том, что программа востребована. Программа подразумевает два года обучения. Первый год студенты будут обучаться в КФУ, а второй год в Имперском колледже в Лондоне. КФУ выиграл право обучать студентов на базе своего университета. Компания BP проводила конкурс среди ведущих университетов Российской Федерации, которые в той или иной степени задействованы в подготовке специалистов для нефтегазовой сферы. И так случилось, что Казанский университет оказался победителем этого конкурса. Эта магистрская программа реализуется при поддержке крупнейших нефтяных компаний BP и Роснефть. Они покрывают расходы на обучение, проживание в Казани, Лондоне, а также на организацию производственных практик во время обучения. С инициативой вышла компания BP. Она ведет поддержку молодых специалистов на территории Российской Федерации. И сейчас они решили свою поддержку выразить уже в другом виде, в виде создания совместной программы с ведущей российской компанией Роснефть. Как раз для того, чтобы те ребята, которые заканчивали высшее учебное заведение, имели достаточно высокие компетенции и обладали опытом учебы не только в России, то есть были знакомы не только с теми технологиями и с теми исследованиями, которые проводятся в нефтегазовой сфере России, но и за ее пределами. Заявки на участие в программе подали более 50 человек. Это ребята из разных регионов Российской Федерации. Но право обучаться получили только 10 студентов. Из них 7 студентов являются выпускниками КФУ. Данная программа является, как мне кажется, одной из самых лучших программ перспективных в России, которая дает возможность за два года обучения получить образование в двух самых лучших университетах. Участникам необходимо было написать тест и пройти собеседование. Важным условием было качественное знание английского языка, так как занятия будут проходить на иностранном языке. Нам приехала компания Роснефть, то есть представители лично приезжали с презентации в наш университет. И вот так я именно и узнала об этой программе и решила участвовать в конкурсе. Экзамен был сложным и я даже не думала, что я пройду, наверное. В рамках программы будут рассмотрены все сферы нефтегазового дела и опыт сразу нескольких стран. Магистрская программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации проектов на территории России и за рубежом. А будут ли они востребованы? Конечно. Вы бы видели, как представители дочерних компаний Роснефти соревновались друг с другом, кому какой студент достанется. Во-первых, замечательные кандидаты были, а второе, что это очень качественное образование. В случае окончания программы выпускники получат два отдельных диплома КФУ и Имперского колледжа. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 2019 год – это год студенческого профсоюзного движения в России. Профсоюзная организация студентов КФУ инициировала форум студенческого профсоюзного движения, о котором мы расскажем вам далее. В рамках года студенческого профсоюзного движения 24 сентября, в День профсоюзов Республики Татарстан, в Казанском университете состоялся форум студенческого профсоюзного движения Татарстана «Профэкспо-2019». Профсоюзная организация студентов КФУ инициировала именно форум студенческого профсоюзного движения, где собрались сегодня представители профсоюзных организаций студенческих вузов Республики Татарстан, а также колледжей со всей нашей республики. Перед началом пленарного заседания форума ребята посетили выставку, на которой ознакомились с опытом деятельности профсоюзных организаций студентов вузов на территории Татарстана. В целом же в работу форума включены мастер-классы от приглашенных экспертов, круглые столы и дискуссионные площадки. На форуме я прибыл как участник, также знакомлюсь с профсоюзными движениями университетов Республики Татарстан. Для меня это большой опыт, который я хотел бы получить, а также от таких же участников. И вообще площадка, на которой мы собрались, на Казанском федеральном университете. Это огромная возможность для студентов научиться и посмотреть, как работают их коллеги для того, чтобы развиваться и учиться вместе. А также работать непосредственно со студентами и делать каждый день Татарстане более прекрасным и продуктивным. Валерия Муратова, Ленардо Влесьяров, Универниус. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли представители китайской компании Waden Cloud Education Group. На встрече были обозначены пути возможного сотрудничества в ряде областей. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента Лилии Талиповой. Представители одной из крупнейших компаний Китайской Народной Республики, осуществляющей деятельность в сфере интернет-образования, прибыли в Казанский федеральный университет. Во встрече приняли участие представители компании Waden Cloud Education Group, зарубежный генеральный инспектор Хоуи Лун, а также консультант компании по вопросам международного сотрудничества Эраджбоев. На встрече с руководством КФУ были обозначены пути возможного сотрудничества в ряде областей. Отметим, Казанский федеральный университет осуществляет многолетнее сотрудничество с университетами, компаниями и научно-образовательными центрами КНР. Основными направлениями взаимодействия являются гуманитарные науки, геология, нефтегазовые и информационные технологии. Программа визита делегации компании рассчитана на три дня, за которые гости смогут ознакомиться со всеми интересующими их институтами и направлениями. В инкубаторе дистанционных образовательных проектов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета успешно реализуется проект по созданию цикла видеолекции официального представителя Тримбл Михаила Краванова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета успешно реализуется проект по созданию цикла видеолекции официального представителя Тримбл Михаила Краванова. Тримбл является одной из крупнейших международных компаний в области разработок систем определения местоположения по сигналам спутниковых систем, глобальной навигации GPS, а также создания и продвижения геодезических приборов. Начали проводить курсы повышения квалификации для геодезистов и для маршрейдеров с участием экспертов компании Тримбл. Мы решили не только участвовать в наших очных проектах повышения квалификации маршрейдеров, нефтяников России, но и создавать микролекции, микроуроки, посвященные конкретным технологиям, конкретным решением для нефтяников, для землеустроителей, для людей, которые занимаются, или специалистов, которые занимаются кадастровой деятельностью. Любой желающий может бесплатно повысить свои знания, просмотрев видео-лекции в YouTube. Проект по созданию цикла видеолекции реализуется на специальной площадке по созданию видеоконтента в инкубаторе дистанционных образовательных проектов Института геологии и нефтегазовых технологий КФО. Центр оснащен всем необходимым для создания видеоконтента и проведения вебинаров. Мы с вами находимся в нашем инкубаторе дистанционных образовательных проектов. Это такое место, где мы создаем современный видеоконтент для наших дистанционных курсов. Инкубатор дистанционных образовательных проектов был запущен в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий совсем недавно, но уже успел зарекомендовать себя не только в качестве средств производства видеоконтента, а также интерактивного класса. В нем регулярно проходят вебинары, онлайн-лекции для компаний нефтегазовой отрасли, а также школьников и студентов различных вузов. Мультимедийный контент, созданный центром, используется не только в рамках проведения программ дополнительного профессионального образования, обучения бакалавров и магистров, но и с целью привлечения абитуриентов. Благодаря такому сотрудничеству с Устримбл, которые являются разработчиками и поставщиками передовых технологий, получается профессиональный результат. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз.